Всем здравствуйте! Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь 1 июня. На прощание с актрисой пришли не только ее близкие, но и многие известные персоны, среди которых можно было увидеть Татьяну Навку, Романа Костомарова, Оксану Домнину, Лолиту и многих других. В этот день младшую дочь Анастасии оставили дома с няней. Но все же на следующий день после похорон девочку привели к могиле матери. Вместе с ней были отец Петр Чернышев, сестра Анна Заворотнюк с супругом, бабушка Валентина Борисовна. Свой последний приют артистка обрела на Троекуровском кладбище. Родственники накрыли поминальный стол. Сложно представить, как родные сообщили маленькой Миле о том, что мамы больше нет. К слову, после похорон актрисы впервые свой комментарий дал Петр Чернышев, который предпочитал не высказываться о происходящем в семье. Фигурист от всего сердца поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и молился за нее. Отметим, что в сети до сих пор восхищаются супругом Насти, ведь фигурист делал все возможное, чтобы облегчить страдания любимой. Кроме того, Петр никогда не жаловался публично, а самое главное, до последних минут был рядом с Анастасией. Господа, нельзя есть на кладбище, просто поставьте свечку и прочитайте молитву за упокой души рабы Божьей Анастасии. Господи, люди, что вы из Чернышева уже сделали ангела. Любой любящий муж будет до конца со своей женой зарабатывать деньги на лечение, это так и должно быть для нормального, ответственного человека. Мы все скорбим, но жалость и сочувствие нужно адресовывать маме Насти, кому сейчас, как не ей, больно и тяжело. Только и обсуждают, какой Петр хороший. А какой он должен быть и что он такого сделал, что из него делают герои. А кто, если не он, должен зарабатывать, чтобы помочь больной жене, детям. А вот еда над могилой, это совсем нехорошо, да еще и малышку приволокли. Пора уже ликвидировать этот дурацкий обычай советских времен. На могиле нужна только молитва, высказываются многочисленные пользователи. Вот только все те, кто осуждает семью за воротнюк, совсем не думают о том, что именно так, помянув своего близкого человека, им становится в какой-то мере спокойнее и не так больно. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!